Всем привет! В эфире мистер Сергей. Сижу я однажды никого не трогаю и тут приходит мне сообщение от Даниэля Хмелёвского, который говорит Здравствуйте, Сергей! Я живу в городе Урай. Я сразу где? Открываю карту и смотрю. Город Урай это прямо в Хантамансийском округе. Нужно чуть-чуть подняться наверх. И варианта только два. Или спиться полностью. Или заняться творчеством и сделать что-то прекрасное. И Даниил выбрал именно второй вариант. Благодаря тому, что у него есть техническое образование, но в то же время он большой любитель музыки и понимает, что должно быть, как это должно звучать. Он совместил одно с другим, выкинул третье, которое про пьянку, и создал замечательный набор примочек. Мне он прислал сегодня примочку под названием Destroyer. Внешний вид, конечно, напоминает Креатор 1985 года. Это действительно очень heavy metal, heavy brutal. Но когда я в нее воткнулся, я мгновенно понял, что это всеобъемлющая примочка. Просто всеобъемлющая. Если я втыкаю синглы, у меня тут же получается альбом Load. Если я втыкаю хамбакеры, то с удовольствием играю Slayer. Действительно многогранно. Давайте посмотрим конкретно, а что же она собой представляет. Первое, на что я обращу ваше внимание, это низкий профиль. Вот, посмотрите, обычная примочка и мелкая примочка. Она также легкая. Ее можно с радостью внедрить в совершенно любой pedalboard. Питание стандартное, 9 вольт, без всяких упоротых решений, что, на мой взгляд, замечательно. Кстати, покрытие очень хорошо сделано. Оно держит удар, что надо. Здесь есть лампочка из шесть ручек. Громкость, пресенс, гейн, требл, бас и денсити. По-нашему, если изъясняться, то это верхняя середина, низкий низ, нижняя середина и верхний верх. Гейн работает особенным образом. Сейчас мы с вами покрутим все эти ручки и поймем, для чего же они были сделаны. Я взял свой лэспол с хамбакерами, чтобы было помощнее этой японской хистери. Здесь в бридже стоит звукосниматель PRS Vintage Bass Alnika 2, для того, чтобы было тотально мощливо. Я воткнулся напрямую в месо-буги стилето «Канал чистый». Вот так он звучит. Ну, обычный такой канал, чуть-чуть прям подгруженный. Чтобы было поинтереснее. И давайте включу примочку на тех позициях, на которых я их остановил для себя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Максимум плотности. Звук собранный. Это первая примочка, к которой мне тут же не хочется добавить грелку. Просто восхититель. Ты воткнул, и сразу все уже готово. Ничего делать не надо. Обращу ваше внимание на настройки. Давайте посмотрим. Я убавляю density полностью. И по звуку это становится обычная примочка, которую все мы всегда слышали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот сейчас буду добавлять density. И обратите внимание, как прирастает плотность, мощь и жир. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть, иными словами, мы сейчас сделали из бриджа настоящий нэк путем оверсатурации нижней середины. Еще разок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть, эта ручка, она максимально полезная для тех, кто играет один. Можно сделать как бы сразу, понимаете, как бы вы вместе с бастом играете. Звук становится очень жирный, очень большой. Или если вы играете как нормальный человек, и с басистом, и с барабанщиком, то вот с помощью этой ручки density можно очень легко засунуть вашу гитару в микс. Чуть-чуть постройнее, если у вас бас жирный. Или наоборот. Вы подбираете, как именно вы можете заполнить микс. Что, на мой взгляд, является очень крутой особенностью. Ручка действительно очень нужная и очень важная. Ну что ж тогда пресец нам дает. Давайте покрутим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первое, что мне засразу бросилось в ухо, это то, что регулировка очень человеческая. Знаете, в обычном усилителе, если крутанешь пресенс, то все сразу, ты или глухой, или тебя бензопилой разрезает. А здесь все очень по уму сделано. Даже если пресенс в нуле, звук все равно читаемый. И даже если он на максимуме, то звук все равно не разрезает вас скальпелем. Вот еще раз, смотрите, максимум пресенса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На самом деле, вот эти две ручки позволяют вам никогда больше не покупать гитару и не менять в ней звукосниматели, потому что какую бы гитару вы не взяли, с каким бы звукоснимателем, вот этими штуками вы можете подкрутить. Нижнюю середину, если у вас слишком звонкий, если вы сингл взяли, чуть попозже обязательно попробуем. Или если он мутный сам по себе бывает, вот особенно беда хамбакеров, пресенсом его чуть-чуть догнали. То есть эти две корректировки, они очень круто могут зашепить вашу гитару. Если у вас что-то не получилось, ну, например, у вас стоит звукосниматель с Алиэкспресс, не беда, не беда. Вот этими ручонками берете за две маленькие ручонки, крутите, и у вас получается та самая гитара, которую вы хотели. А зачем тогда нужны бейс и требл? Давайте начнем с ручки бас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Регулировка бас тоже, как видите, очень даже в удачном диапазоне находится, потому что даже если вы делаете на максимум, звук все равно не растирается, он не убивает вас. Но если, повторюсь, вы играете на тощей гитаре, типа телекастера, то эта ручка действительно может вас спасти. Но оставлю ее по центру, и посмотрим, на что способен требл, и в каком именно диапазоне он работает. Что отличает одну примочку от другой? Эквалайзер. Некоторые производители настраивают эквалайзер очень упорото, так что звук настроить невозможно. Что здесь? Когда ручка полностью убрана, то действительно глухо становится, как будто мы подрезаем тон. Это также, возможно, поможет нам в борьбе с яркими синглами. Когда ручка находится в середине, то звук становится наиболее сбалансированный. И когда ручку поворачиваешь еще наверх, то не язва язвенная появляется, а именно верхняя середина. А язва язвенная не меняется, что очень полезно для работы в миксе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Верну все по центру и подберемся вплотную к главной ручке. Ручка гейн. Чем грешат основные примочки? Все. Ручка гейн работает только на 12 часов. Если вы ее убавляете, возникает такое чувство, как будто у вас села батарейка. Звук становится просто днищенский. Если вы ее прибавляете, то звук становится слишком фузово-рассирающийся. Иными словами, любая примочка спроектированная работает примерно в центре. И если вам из нее что-то нужно изменить, вы добавляете к ней какую-то грелку. Но здесь все иначе. Давайте убавим гейн на 9 часов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Я такой первый раз встречаю. Весь диапазон рабочий. На всех ручках весь диапазон классный, весь рабочий. Давайте попробуем, вывезет ли эта примочка мой телекастер. Я нахожусь на тех же настройках, где и был мой лестпол. Сейчас работают оба звукоснимателя, потому что я так играю, это моя гитара, она специально для этого настроена. Но только ради вас переключаюсь на бридж, чтобы понять, смогут ли вот эти крутилки вывести тощий и неуверенный звук телекастерного бриджа. Пробуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Почти угадал. То есть, как вы видите, абсолютно любую гитару можно причесать. И звук, зерно его, само по себе, характер, он остается. То есть, примочка действительно обладает каким-то своим собственным характером. Давайте попробуем вватькнуть ее в другие дырки. Я подготовил для вас еще два замечательных варианта. Для многих действительно остро стоит вопрос, можно ли использовать ее как прям. то есть включать, то есть включать, то есть включать непосредственно в оконечник вашего усилителя. Отвечаю, можно. Я воткнулся в ретерн своего маршала, и вот что получил. Что в этом звуке мне не нравится? Ну, я бы чуть-чуть убрал плотности жира. Поэтому давайте я уберу дэнсити. Чуть-чуть, чуть-чуть приберу. Продолжение следует... Все, готово. Но чуть-чуть маршала все равно присутствует. Вот этот оконечник, он действительно чуть-чуть окрашивает. Продолжение следует... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так как насчет телекастера? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И третий момент, который мучает тысяч людей. А смогу ли я воткнуть эту примочку в линию, повесить обычные импульсы и сыграть? Давайте послушаем все те же настройки на примочке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На вас пол пора переходить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такой я увидел примочку Дэниэл Хмелёвский Destroyer. На мой взгляд примочка удалась, я ставлю ей 5 из 5, и это реально круто, потому что у неё есть свой характер, и в любые дыры она звучит примерно похоже, то есть мы можем не волноваться, что нам подадут на концерте, можно даже играть в линию, это ли не прекрасно? Особенно уделяю ещё раз внимание тому, что все четыре ручки эквалайзера, они юзабельны, как у нас в гетто говорят, то есть их можно использовать, они не хрен знает для чего, они действительно корректируют ваш звук. Ручка гейна опять же работает супер, если делаешь её поменьше, как в нормальном усилителе, она создаёт чуть-чуть больше яркости и больше атаки, но при этом не возникает эффект севшей батарейки. Если делаете больше, то возникает жир, но контролируемый, особенно если у вас слабый звукосниматель, то это действительно вам поможет. Иными словами, здесь очень трудно ошибиться, а это так важно для нас, для непонимающих гитаристов. Господи, что происходит? Давайте я просто буду играть, просто буду играть лучше всех, громче всех, ручки на максимум. Ставьте всё по центру, друзья, и никогда не ошибётесь. С вами был мистер Сергей. Тур. Лету тур. Летом тур. Летом тур. Летом тур. Субтитры создавал DimaTorzok